Работа сельской администрации за прошедшие четыре года строилась в рамках исполнения 131-го федерального закона. Все полномочия администрация муниципального образования исполняла самостоятельно. Работа органов местного самоуправления велась по нескольким направлениям. Одно из главных – развитие территории. Утвержден генеральный план поселения, завершена газификация деревни Ближние прудищи. Это, кстати, один из пунктов реализации предвыборной программы. В целях безопасности жителей в поселке началась установка системы видеонаблюдения. Создана народная дружина. Частично решены проблемы дорог и транспорта. Ограничен въезд в поселок большегрузных автомобилей. Отремонтированы и благоустроены внутренние проезды. Увеличено число парковочных мест во дворах. Прорабатывается проект строительства объездных дорог. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселение стало лучшим в одной из номинаций 14-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2012». А управляющая компания стала первой в рейтинге управляющих компаний региона. В поселке появились скверы детские площадки, благоустроен берег пруда и дворы. Отремонтированные подъезды поменяли лифты. Сделано достаточно много. Мне кажется, мы даже перевыполнили те планы, которые ставили в 2008-2009 годах. Одним из важных направлений в работе сельской администрации является развитие массового спорта при общении к здоровому образу жизни населения. Самым заметным событием стало открытие фитнес-центра. Много в поселении проводится спортивно-массовых мероприятий. Грандиозно. У нас кубок памяти первой главы поселения по футболу, по волейболу проходит. Очень массовый. Глава поселения активно поддерживает развитие культуры. Прежде всего отремонтировали помещение библиотеки, привели в порядок здание дворца культуры, открыли новые кружки. В этом году на развитие культуры и вообще на содержание центра культуры могло потрачено больше 25 миллионов рублей. Администрация оказывает социальную поддержку малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию жителям. Для пожилых людей открыт центр «Золотая осень». В поселению полностью ликвидирована очередь дошкольных учреждений. Для решения проблемы с привлечением внебюджетных средств были отремонтированы детский сад «Капелька» и «Ясликлубничка». ЗАО «Совхоз имени Ленина» осуществило строительство нового детского сада «Замок детства». Проведен ремонт в общеобразовательной школе. Все, что создано в поселении, это результат совместных усилий администрации, предприятий, организаций и учреждений, жителей. Только вместе мы можем достигнуть того комфорта, который мы достигаем. И решать вместе задачу построения территории социального организма. Это наша глобальная задача. Я надеюсь, что мы ее достигли. Сумело глава поселения объединить и жителей, и администрацию, и предпринимательское сообщество в этой работе. Как правило, на отчетном собрании жителям предоставляется возможность оценить работу органов местного самоуправления. Посельчане единогласно решили, что сельская администрация отлично справилась с поставленными задачами. Наше поселение превратилось в небольшой красивый городок. Работа администрации в этом составе депутатского корпуса, она более целенаправленная, более конкретика. И самое главное, ближе стала к пожеланиям и к жителям поселения. Положительная оценка. Что касается планов на будущее, то работы предстоит еще очень много. В мечтах строительство школы и бассейна. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Продолжение следует...